Всем привет! 10 июня, время уже 12 дня, мы конечно только встали с Костяном, ну как только встали, уже погуляли с Эдиком, уже покормили девочек, уже сами позавтракали, все дела уже маломальские переделали, антуриум мой, прям любуюсь им, прям это его место, и цветы стали яркие. Вот у каждого цветка есть свое место, видимо у антуриума это оно, где только я его не таскала, он начал чахнуть, а вот на кухне он, наверное, тоже питается парами, вкуснятины всякой. Так, ну это было лирическое отступление, в общем день начался, начинаю заниматься делами. Так, ну что девочки, купила 9 грудок, сейчас буду делать свой любимый рубленый фарш, разделю на две части, и одну завтра использую, одну уберу в морозильник. В общем, начинаем работать. Ну что, вот столько у меня получилось фарша, рубленого из 9 грудок. Салатник большой, видите, такая гора фаршика. Сейчас делю на два раза, убираю половину в холодильник, половину завтра, что-нибудь будем делать, еще не придумали. Ну что, первым, чем мы начнем заниматься, я поставлю обед, поставлю обед, пока будет тушиться курица, мы уже с Костяном пойдем работать по комнатам, он сегодня вытирает пыль везде, площадь у него большая, надо каждый центр музыкальный обтереть, там колонки, все свои причиндалы, соньки, все на свете. Видите, работы много, в общем, как говорится, начинаем. Буду сегодня готовить, сейчас покажу, что. Наверное, вот такие вот паста в сливочно-чесночном соусе. Что мне для этого надо? Ну, только вместо макарон у нас будет картошка, мы решили заменить. Вот только соус отсюда возьмем. В общем, такое вот количество курочки, довольно-таки большое, я думаю, тут целый килограмм рубленого фарша. Я сейчас обжарю, потом добавляю туда вешенки, еще все это хорошо обжариваю, заливаю соусом, потушу, все и готово. Отдельно буду варить картошку, потом картошку хочу купить, сходить молодую, некрупную, потом я ее прям целиком или там на четвертинке, если крупноватая, обжарю тоже и все это вместе соединяю, вместе с соусом. Думаю, будет очень вкусно. Вот такой в планах у нас сделать обед. А Костян у меня сейчас сидит, с Алешенькой занимается, сейчас покажу. Костян сидит, занимается с Алексеем. Алексей не хочет сидеть в террариуме, хочет ходить. Да никогда не с ним ходить, он мне только что чуть нос не сломал. Вот не сидит нигде, вот ему надо вот с Костяном лезть ему на голову и сидеть на его голове. Что, снять? Посадить его на дерево? Ну сейчас, если не успокоиться, тогда лучше снять его. Он что-то злой, шипит на меня. Нет, шипит, да, он вчера на меня шипел. Смотрите, как он надувается. Ай-яй-яй-яй. На, держи, вот он сейчас убежит. Видишь, ему как нравится, он сидит в террариуме, черный, недовольный, а здесь весь в полосочку. Ему нравится на руках, зараза такая. И вот на эту сторону надо садить. Смотри, чтобы он только не упал, а то он сразу сломает себе все лапки. Да и если он спадет на спину, он сидит, он только лапки сломает. В общем, Костян мне помогает, он пока занимается Алешенькой. А я пошла готовить. Так, ну вот, девочки, грибочки я намыла. Вешенки. Сейчас мы их понарежем. И кидаем в нашу курочку. Так, ну вот, девочки. Курочка у меня уже грудочкой обжаривается. Мы тут, наверное, две грудки. Посолила, поперчила. Добавила сухой чеснок. Сейчас вот усиливается. Добавила вот такой наборчик. И сейчас буду добавлять вешенки уже. Порезала. Порезала их крупно, чтобы красиво было. Чтобы было видно, грибочки они месиво, не просто. Так, вот все. Сейчас курочка чуть-чуть обжарится. Засыпаю грибочки. И потом добавляю две пачки вот такого соуса. Соус сливочный чесночный. Две упаковочки сюда добавляем. Все. Так, ну все, девочки. Тут у меня уже тушатся грибочки. Курочка добавила вот этот сливочно-чесночный соус. И полстакана жирных сливок добавила. Попробовала. Это вообще бомба. Даже сам вот этот рассольчик просто бомбический. Еще минутки три. И выключаю. И усе. Передумали варить с Костяном картошку. Решили все-таки с макаронами, которые были в пачке. Там были в коробочке перья. Поэтому сейчас две упаковки перешков сварим. Они маленькие. И усе. И будет у нас вкусное. Будет у нас вкусная паста. Как она называется? Паста Альфредо в сливочно-чесночном соусе. Вот так. Как-то так, девочки. Будем обедать. Так, ну все. Моя паста Альфредо готова. Посмотрите, какая она у меня получилась. Красивая. А вкусная вы не представляете. Одно мясо. Одно мясо, одни грибы. Прям прелесть. Я думаю, что сейчас, когда садим сядем кушать, я, наверное, сверху еще покрашу тертый сыр. Потому что все равно она же горячая. И она, сыр чутка подплавится. Так что, кто садится кушать, всем приятного аппетита. Так, ну что, ребята. Сели мы с Костяном обедать. Вот такая вот у нас вкусная тень получилась. Я, естественно, буду кушать с розовыми помидорчиками в соевом соусе. Свои макарошки Костян не хочет. У Костяна на десерт Донисима. Чай еще не согрелся. В общем, садимся кушать. Все, кто с нами, приятного аппетита. Девочки, не удержалось сказать, попробовала макароны просто бомба. Вообще капец, такая вкуснятина. Достала себе еще три банана, думаю, не наемся, закинуть бананами. А то я вчера пока связку не съела на ночь, не успокоилась. Чаек уже мой вкусненький согрелся, уже готов. Костян пьет, как всегда, фруктовый чай, я только свой гринфилд. Костян апельсиновый пьет чай. Я только гринфилд, только с лимоном. Не предаю. Друзей не предаю. В общем, кушаем. Ну все, начинаем заниматься с Костяном делами. Разбираю его вещи. У нас на улице жара, но правда скоро похолодание. Но все равно решили все убрать. Шкаф, жилеты все его. Парень он у нас с приданным. Пуховик зимний. Пальто зимнее пуховик. Драповое пальто, что там под ним. Жилет тут, значит, у него две куртки осенние. Здесь у него две куртки осенние. Еще что-то есть. Не пойму еще. О, три куртки осенние. Еще зеленые Костян забыли. Четыре куртки осенние. Еще же вот это у тебя. Как золотинка, это металлик цвет. Четыре осенние куртки. Здесь что? Жилет на меху. Здесь длинный черный теплый жилет. Еще жилет зеленый. Еще здесь у него висит моднячье. Нынче купили джинсовое пальто. Так, это у него два красных пуховика разных. Один красный, один оранжевый. Это у него пуховик длинный до колена. А там не помню, какой пуховик. В общем, шесть осенних курток. Раз, два, три жилета на выход. Драповое пальто, джинсовое пальто. Там у тебя уличный жилет черный тонкий, Костян. Помнишь? В коридоре висит. Серый жилет теплый, две ветровки. И еще куртка внутри с красным, синяя. А, и еще курточка, как у папы, в полосочку-то. Простеганная эта, баллоневая, тоненькая. В общем, ничего не помещается. Обувь вся в коробках. И здесь вагон обуви стоит. Вот это вся Костяновская обувь. Представляете? Ничего не помещается. Сейчас будем порядок наводить. Сейчас будут свои соньки мыть. Вон, пылюки везде. Центр стоит пыльный. Соньки стоят грязные. Колонка стоит грязная. Не надо думать, что я бомжу. Нет, надо все сейчас, все будем убирать. В общем, я занялась у него скафом. Правда, будет похолодание, но херня. Ему здесь от силы понадобится только джинсовое пальто тонкое. И то вряд ли. В общем, здесь навели порядок. У него здоровый шкаф. Какой, блядь! Здесь я у него навела порядок. Это у него тут джинсы, джинсовки. Тут их не счесть. И варенки, и не варенки. Это толстовки, это джинсы тоже. Ой, блядь! Наводи порядок в рюкзаках. Целый шкаф рюкзаков сейчас будет наводить порядок. Целый этот отсек лего. Посмотрите. Сейчас буду мыть. Посмотрите, сколько самокатов. Самокат электрический. Раз. Самокат стоит. Вот этот здоровый. Два. Самокат стоит электрический. Три. Блядь! Это снегокат. Это я сейчас буду все убирать. А посмотрите, что делается под полкой. Гироскутер раз. Гироскутер два. Сидит, блядь, еврея. Еще и холодильник он у нас тут приватизировал в свою комнату. Чтобы, как говорится, жрать по... Не отходя от кассы, блядь! А видите, сколько лего? Лего, 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 лего. Там на полках лего, 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 лего. Ой, блядь! Все, короче, некогда. Начинаю пол мыть. Все надо... Все сложили. Сейчас будем пылесосить, мыть пол. Где-то кто приходил мне? Опять любимый внучок. Где Елисей-то? Спасибо, что поддержал. Чуть-чуть! Я тебя сфотографирую, Елисей. Роман, ну ты уж аккуратней, самокат-то. Ну давай, круг под что-то. Иди сюда. Ты хватает? Ну? Или на видео? На видео. Не надо. Не стой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, чуть-чуть. Идем, идем. Нормальный самокат, да? Я не знаю, чего Костян не захотел. Ну, ему неудобно, ему низкий руль. Неудобно на нем. Он здоровый. Все, маши бабу. Давай, Елисей, все, пока. Завтра жду в гости. Так, ну что, ребята. Все, уронила пылесос. Пылесос уронила. Очень хороший пылесос. Очень легкий. Так сосет, вы не поверите. Есть у меня пылесос беспроводной. Тоже замечательный. Ну, заряжать надо. А этот, пусть тут с проводом, ну, он прям прелесть. Прям, знаете, так сосет, что поднимает ковер. Вот уже полный. Одну комнату попылесосил и полный. Короче, к чему говорю. Все убрали мы сегодня с Костяном. Обратно составили все самокаты. Все у него полный порядок. Чистота, порядок. Единственное, некуда убрать коробки обувные. Цветок этот у меня с окна сейчас уберу. Окно, видите, открыто на стиши. Кошачий домик. А так все вымыли. Все убрали. Все, сейчас пол вымою. Потому что у нас завтра кости. Завтра Константину у нас юбилей. 15 лет исполняется. Завтра у нас придут гости. Поэтому мы с ним наводим марафет. В общем, завтра будем отмечать день рождения. Завтра покажу, какая у нас будет вечеринка. В стиле, в каком. Ну, ничего же не работает, никакой кафе. Вот в каком стиле будет вечеринка. Поэтому. Ой, сяду одну минуту, посижу. Ноги устали, ноги болят. Так что. Алешеньке надо все выключать. Он уже спать улегся, он хамелеон. Так что вот. Поэтому сегодня все убираем, все моем. Завтра я с утра у меня столько дел. Торт завтра мне привезут. Везут. Костяна подарок я уже подарила. Костяну я подарила на день рождения 10 тысяч. И заказала ему еще один подарок. Он эту вещь давно хотел. Завтра ее курьер привезет. Ну, в этом году скромненько. Обычно ему вот 30 до 40 подарки выходят. Ну, ничего. А ему ничего и не надо. Электрические самокаты есть. Сони Плейстейшн есть. И две, и третья, и четвертая ПРО. Пятая выйдет. Я ему и так ее куплю без всяких этих. Я ему обещала. Без всяких именин. Поэтому музыкальные центры у него. И центры, и колонка. Одежды он одет. Ему в принципе-то... Сейчас он хочет научиться на гитаре играть. Но он левша, поэтому надо за гитарой ехать. И Катинбург там ни черта не работает. Поэтому даже не знаешь, как говорится, что и подарить. В общем, подарю такую вещь, которую он любит. Это дело. Вот завтра курьером ему привезут. А 10 тысяч сказала. Две игры купит на Сони Плейстейшн и все. Что хочет. Не знаю, что хочет. Знаю, что игру для Сони Плейстейшн. А что дальше, не знаю. Сам выберет. Так что вот. Проводила гостей. Сейчас приходил ко мне средний сын Роман. Со своим сыном Елисеем. Посидели. Елисей, естественно, у нас покушал. Он любит у меня. Любит, знает, что у меня всегда есть колбаса трех сортов. Колбаса, мясо. Он за этим все время приезжает. Перекусили. Все. И Ромка мне просто помог оплатить онлайн подарок. Завтра курьером привезут. Так что вот. Завтра мне надо сбегать. Еще с утра. Чтобы украсить комнату красиво. А потом сбегать за тортом. Торт я большой заказала. Костяну. Хочу два торта купить. А все остальное потом покажу, что будет. В общем, как-то так. Значит, время уже позднее. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok